Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Сегодня у нас роллы по вашим многочисленным запросам. Я вчера выходила в прямой эфир в инстаграме, и там многие писали, что давай почаще роллы! Какие-то странные палочки уже вот так вот лежат. Очень странные палочки, посмотрите. Ну, в общем, многие просили роллы, я решила, почему нет, давайте забабахаем. Вообще, я всегда, когда выбираю свое видео, что я буду снимать, как что, и схожу из ваших предпочтений. Например, вчера мне в инстаграм написала девочка. Она написала, что... Айка, ты столько говоришь про права, про машину. Мне лично она написала, что эта тема совершенно не интересна. Если тебе не сложно, не говори про эту тему, или сними отдельное видео, кому будет интересно, те зайдут и посмотрят. Я так подумала, реально про права, возможно, многим неинтересно. А я, считай, почти в каждом мукбанке сижу и рассказываю про то, как я получаю права, сколько стоит, что как. Поэтому я, наверное, просто получу права и потом сниму вам видео. Или, возможно, даже нет. Куплю машину тоже и уже сниму вам видео. И про машину расскажу, и про права. И сделаю полноценное видео, кому интересно, будет заглядывать и смотреть. Как вкусно. Прям тает во рту. В общем, ни в коем случае не стесняйтесь. Я не обижаюсь. Наоборот, мне нравится, когда вы меня направляете. Например, многие писали, что им очень понравились деревенские влоги. Но я все это отложила в голове. В следующий раз, когда поеду, буду много вам снимать. Жалко, что хаус-тур удалился. Ну, сейчас я посмотрю не только из-за видео прям ехать в деревню. Просто, возможно, мама с бабушкой захотят там остаться на месяц, на полтора. Скорее всего, они приедут. Но если вдруг они останутся, я думаю, поехать туда, к ним. Остаться с ними там. Недельку, может быть. И поснимать как раз влоги. Еще раз снять хаус-тур. Если опять будут какие-то преграды, уже все. Понятное дело, что снимать его не надо. Это какой-то знак свыше. Моя бабушка так обожает этот дом. Каждую вещь дома. Она иногда говорит, что надо хорошенько закрыть первый этаж. Надо это, надо то. Вдруг кто-то что-то украдет. А по сути, на самом деле, там красть нечего. Там все старое. Каждая вещь имеет стаж минимум 50 лет. Я каждый раз объясняю бабушке, что бабушка, кому нужны твои старые вещи? Она говорит, нет. О чем ты говоришь? Знаешь, сколько людей, которые нуждаются в этих вещах? Айка, вот как ты не понимаешь? Для нее это труд всей ее жизни. Понятное дело, что ей кажется, что это хорома, что это вилла, понимаете? Возможно, когда я буду пожилой, и мои внуки будут говорить, ну что у бабушки всего однокомнатная квартира, ну и что, что она рядом с метро? Она же не в самом центре города. Подумаешь, а я такая, вы чего? Я на эту квартиру копила столько времени, столько сил вложила. Тогда, возможно, мы будем мыслить по-другому. Раньше, например, ковры ручной работая, то есть не было вот таких покупных ковров, как есть сейчас. И ковер это просто была роскошь. Особенно такие полотна, которые ткала моя бабушка, там такие рисунки. В следующий раз обязательно вам покажу, хотя бы в инстаграме, какие ковры вязала, или как правильно, ткала, наверное, моя бабушка. Это просто произведение искусства, настолько красиво. И бабушка каждую ночь сидела и ткала. Продав один ковер, бабушка рассказывает, можно было прожить всю зиму, весь год за эти деньги. Вот так вот офигенно просто. Продав 5-6 таких ковров, можно было купить квартиру. Земельные участки. И в то время у бабушки была куча такого имущества, потому что она сама по себе была такая шустрая. То есть она не была такая, вот у меня муж врач, хорошо зарабатывает, я буду сидеть на попе ровно, радоваться жизни. Нет. Она была очень-очень боевая. Вязала эти ковры, все соседки завидовали ей, потому что она умеет это делать. То есть это ремесло у нее получалось. Просто продав несколько ковров, можно было купить дом или участок. Но опять же, все зависит от дома, где расположен участок, сколько там соток. Но в любом случае у бабушки была такая возможность. И что вы думаете, бабушка не продала свои ковры? Типа пусть останется моим внукам, моим детям. А сейчас просто это все обесценилось. Появились уже фабричные ковры. С разными узорами, цветочками и все что угодно. Бабушка рассказывает, только они вышли, все начали вместо обоев на стены вешать ковры. И это было просто шик. То есть если у тебя на стене ковер, значит ты прям такой зажиточный. У тебя прям бабла немерено. И в то время уже потихоньку начали выходить из моды вот эти ковры, которые ткала моя бабушка. Прошли годы. Сейчас просто эти ковры занимают место. А кто бы знал, вот реально. Сейчас даже у нас в квартире нету этих ковров, уже нам не нравится. То есть мода поменялась. Если бы человек знал, что будет завтра, взял бы, обменял бы эти ковры на какую-то недвижимость, например. Или просто продал бы, жил себе круто, в кайф. Но нет, к сожалению, все обесценилось. Бабушка сама тоже рассказывает, что она очень жалеет. Эти ковры стоили дорого не только из-за того, что их долго и трудно было ткать. Но еще уходило очень много материала. То есть это нитки шерстяные. А у меня бабушка умела сама делать нитки шерстяные. У нее есть такое колесо. Опять в деревне вам покажу. На нем очень удобно из шерсти овечьей делать нитки. Бабушка укладывала своих шестерых детей. Ночью в 12 садилась ткать. И до трех. А сейчас просто так эти ковры валяются тут-там. Поэтому не поймешь, во что сейчас вкладывать. И что дальше будет перспективно. Например, вот бабушка рассказывает, в те времена сапожник это была такая хорошая профессия. А сейчас, кто ходит к сапожнику, признавайтесь. Мне кажется, уже никто. Все просто покупают новую обувь. Если старая отклеилась. Максимум, что мы можем сделать, купить клей, немножко залить. Еще пару дней поносить. Вот так вот меняются времена. То же самое у меня брат лет, наверное, 10 назад нам говорил, что надо вкладывать в биткоин. Надо вкладывать в биткоин. Не помню тогда, сколько он стоил, но намного меньше, сколько стоит сейчас. И мы как-то смотрели на него, как на сумасшедшего. Он говорил, надо продавать квартиры, надо все вкладывать в биткоин. Он растет, мы станем миллионерами. И мы просто крутили у виска и думали, сумасшедший просто. А оказывается, он был дальновидный. Вкуснотища просто. Поэтому прежде чем что-то делать, надо думать. А даже если ты будешь думать, непонятно, повезет тебе или нет. У меня мама всегда говорит, если суждено тебе быть богатым, ты будешь богатым. По что бы то ни стало. Может быть и вправду правильно. Ну, конечно, стараться тоже надо, но в любом случае. Но немножечко везения тоже. Я наелась. На этом все. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всех люблю. С вами Блайк Эмили. Пока.